Испытайте неизведанное. Загляните в скрытый мир. Ночь, какой ее еще никогда не видели. Камеры повышенной светочувствительности с тепловым наведением проникают в кромешную тьму, предоставляя наилучший вид. Проследите за действиями львов в период наибольшей активности. Понаблюдайте, как они используют темноту себе во благо и навсегда измените свое представление о них. Погрузитесь вместе с нами в ночь льва. Ночь льва. Ночью для львов начинается трудовой день. Следить за ними нужно в их рабочее время. Эти кадры были сняты практически в полной темноте. Такой охоты вы еще никогда не видели. Хорошо заметно, что ночью львы не ждут, когда добыча окажется в пределах досягаемости. Они следуют за ней. В темноте они обнаруживают жертв по запаху и издаваемым звукам. Для своей добычи львы невидимы. Они пользуются глазами лишь в последний момент, когда набрасываются на свою мишень. Только что вы стали свидетелями типичной ночной охоты в исполнении трех убийц, действовавших сообща и самца, упавшего им на хвост. Подобные кадры стали возможны только благодаря новым технологиям ночной съемки. По большей части львы активны ночью. А до сего момента мы могли записывать лишь крохотные фрагменты того, чем они занимаются днем. Наша задача – показать все. Раньше приходилось пользоваться прожекторами. Мощные лучи позволяли следить за животными, но из-за слишком сильного освещения и они видели друг друга. Тем самым их поведение, которое мы пытались заснять, менялось. Однако без освещения традиционной камерой ничего не снять. Даже при самой яркой Луне. Сейчас же у нас есть средство для видения в темноте. Через 15 лет разработок была создана специальная камера для показа ночного мира в деталях. Звездная камера. Для нее лунный свет столь же ярок, как солнечный. Привыкшие к ночи глаза хищников и травоядных видят так же хорошо, как наши при дневном свете. Хотя уровень ночной освещенности равен лишь одной стотысячной от дневной. Людям нужны очки ночного видения, чтобы вести машину в такой темноте. Проблема в том, что такие яркие, залитые лунным светом ночи, как это, случаются лишь пару раз в месяц. Большинство же гораздо темнее. Светят только звезды. Невооруженным человеческим глазам сложно что-либо воспринять. Поэтому невероятно, что звездная камера может показать скрытый мир. Темно так, что павианы, чьи глаза напоминают наши, проводят ночь на дереве, потому как не видят хищников. А мы видим. Иногда толстый слой облаков скрывает даже звезды. И тогда свет пропадает совсем. Требуются дополнительные камеры и оборудование. В этом мраке очки ночного видения функционируют только вкупе с инфракрасным светом. Инфракрасные лучи не видны хищникам и травоядным. А инфракрасные камеры позволяют наблюдать, как в темноте животные становятся практически слепыми. Но когда действие передвигается дальше, не помогает даже мощное инфракрасное освещение. Однако мы продолжаем следить с помощью новой термовидеокамеры. С высоким разрешением. Она улавливает тепло, исходящее от тел животных. Живых, либо недавно умерших. С тепловой камерой можно следить за животными с поразительного расстояния 8 километров. Ни один режиссер или ученый еще не делал столь беспрецедентных ночных кадров мира природы. Вооружившись тремя камерами – звездной, инфракрасной и тепловой – мы теперь можем стать свидетелями событий в жизни львов и следить за ними много часов – днем и ночью. Большую часть дня львы страдают от жары и сильного солнечного света. Сумерки становятся долгожданным облегчением. Как только жара спадает, львята готовы к игре. В 4 месяца они уже начинают познавать мир. Чтобы преуспеть во взрослой жизни, им нужно научиться охотиться. Они отрабатывают движения, которые понадобятся им в дальнейшей жизни. Те, которыми их матери воспользуются сегодня ночью. Большинство львов охотятся в темноте. С наступлением ночи раньше нам приходилось оставлять их. В то самое время, когда практически каждый прайд в Африке готовился к пути. Теперь же мы можем путешествовать вместе с ними. Всю ночь, если понадобится. Машины, словно глубоководные роботы, исследуют таинственный мир. Ты готов, Ричард? Да, дай мне секунду. Ты готов, Ричард? Через секунду. Мы видим, что в настоящей темноте, без луны, животные на пастбище успокаиваются, отдыхают и приступают к трапезе. Со стороны так не кажется. Но эти львы на охоте. В такую звездную ночь других животных не видно на расстоянии более 60 метров. Жертву определяют лишь по запаху и звуку. Слух, обоняние, знания о происходящем вокруг – все это чрезвычайно важно. Их нюх развит во много раз сильнее, чем у нас. Ночью в прохладном плотном воздухе шум распространяется далеко, а львы различают малейшие звуки. Это днем добыча может сама подойти к ним на водопое. Если львы не хотят довольствоваться мышью, они должны искать свой ужин. Много часов, если понадобится. Львицы подают сигнал, и детеныши остаются на месте. Они еще слишком молоды и уязвимы, чтобы ходить со взрослыми. Под покровом темноты две охотницы выходят на открытую местность незамеченными. Действовать нужно быстро. Скоро взойдет луна и откроют львиц травоядным. Все органы чувств обострены до предела. Звук, вырываемый с корнем травы, означает, что поблизости пасутся животные. Доносимый ветерком запах дает львице представление, сколько там животных и какие именно. Антилопы гну, импала и топи. Все это потенциальные блюда. Эти львицы хорошо сработались. Одна обычно преследует добычу, а вторая ее заваливает. Но по высохшей траве львицам трудно двигаться без звука. Пасущиеся животные прислушиваются к малейшему шороху. Теперь с каждой стороны ничего не подозревающего стада – польвицы. Преследовательница начинает свое дело. Тяжелой поступью она гонит стадо к напарнице. Преследовательница слышит отчаянное блеяние топи. Движется по направлению к звукам борьбы. Напарница держит трахею антилопы смертельной хваткой. В темноте львятам слышно, что матери убили добычу. Но они не шевельнутся, пока не услышат зов. Львицы совершают убийство как раз вовремя. Восходящая луна освещает пейзаж. Львы не смогли бы сейчас охотиться. Яркий свет выдает их присутствие. Львята получают урок анатомии. С помощью обоняния и осязания учатся распознавать топи. Тренируют движения, которые им понадобятся для убийства в дальнейшем. В этом возрасте игра с едой – незаменимая часть их воспитания. Пройдет еще какое-то время, прежде чем матери допустят их к охоте. А пока они запивают мясо молоком. Перед сном. Взрослым львам находиться на жаре некомфортно. Они держатся в тени ради прохлады и незаметности. Для любопытных львят дневной свет – сплошное расстройство. Пока мать спит, за животными они могут только наблюдать, но не гоняться. Как только солнце садится, мать просыпается и готовится к долгому переходу. До ближайшей добычи может быть несколько часов. Львятам уже по 10 месяцев. Они достаточно взрослые, чтобы идти рядом. У этого семейства сотни квадратных метров в распоряжении. Для матери начинается ночная смена. Раньше даже при такой яркой луне было практически невозможно заснять ночное поведение львов. Теперь же при помощи звездной камеры можно стать частью их мира. Детеныши взяли на прогулку, соответствующую их возрасту. Возможно, им придется преодолеть до 10 километров, прежде чем они смогут поохотиться. Наша задача – следовать за львами, не упуская их из вида. С помощью термокамеры мы можем следить за ними лучше, чем днем. Пейзаж купается в лунном свете. В ночи глаза кошачьих видят в шесть раз зорче наших. Практически столь же хорошо, как звездная камера. Семейство прибывает к маленькому стаду сернобыков. Львята только-только начали узнавать, каких животных можно есть и как те выглядят. Они подходят ближе, чтобы рассмотреть получше. Может, они получат возможность первых настоящих действий. Антилопы почти так же любопытны, как и львята. Мать знает, что дети отвлекают сернобыков, а потому тихонько лежат вне зоны видимости. Антилопы держатся уверенно. Яркий лунный свет дает им ясный обзор львов. Сернобыкам кажется, что львята вовсе не охотятся. Любопытная молодежь двинулась за удаляющимися сернобыками. Только термокамера засекает спрятавшуюся львицу. Крупный сернобык-самец демонстрирует прекрасное здоровье своей рысью. Он дает львятам понять, что им его ни за что не поймать. Но ему неизвестно о львице, скрывшейся в траве. В ярком лунном свете сернобык замечает, как львица срывается из укрытия и мчится, чтобы убить его. Верхний предел скорости львицы – 80 км в час, но она может удерживать ее лишь несколько секунд, в отличие от сернобыка. Разумеется, львяты это видели. Но, по крайней мере, теперь они будут воспринимать сернобыка как потенциальную добычу. Пройдет еще какое-то время, прежде чем у них появятся другие навыки, необходимые для полноценной охоты. Яркие лунные ночи – это исключение. В безлунную ясную ночь свет звезд слаб. Он ярок всего лишь на одну двадцатимиллионную дневного света. Многие животные компенсируют это отражательным слоем глаз, которые можно видеть на инфракрасной камере. Без такого освещения изображение на звездной камере становится очень шероховатым. Увеличение разрешения дает представление о том, что могут видеть львы при свете звезд. Ведь мозг улучшает видение сходным образом. А вот на термокамеру уровень освещенности никак не влияет. Мы ясно видим все, что происходит. В подобные ночи стада часто собираются на вершине холмов. Здесь их трудно найти, особенно в такой темноте. Но эта львица хорошо знает местность. Обычно охота в такую ночь проходит без проволочек. Только сегодня при ней балласт. Львята. В 14 месяцев они уже выглядят взрослыми. Но могут ли они охотиться? Мама не спешит. Наверное, надеется, что они хоть раз сами добудут ужин. Звук стада антилоп гну привлекает львят. Антилопы нервничают. В таком мраке они не видят далеко. Низкая точка наблюдения дает львам решающее преимущество. При свете звезд они видят силуэты гну на фоне неба. Одна из молодых самок не в силах устоять. И брат вместе с ней. Что ж, неплохое начало. Сократить расстояние и выждать наилучший момент для нападения. А вот второй сестре еще нужно научиться терпению. Антилопы гну, услыхав ее тяжелую поску, убежали. Кажется, молодая самка сама удивилась, как это из-за нее равнина опустела. Маму это не впечатлило. Теперь придется пройти еще полчаса, прежде чем снова повстречается добыча. Дурная голова лапам покоя не дает. Мама наставляет своих неумех отпрысков на этот раз держаться подальше. Пищу она добудет сама. Она идет по ветру, чтобы уловить запах стада. Напав на след, она разворачивается и идет против ветра. Звездная камера уже может различить стадо, а львица пока нет. И они ее не видят. Только сейчас она подошла довольно близко, чтобы разглядеть добычу. Она приближается осторожно, в отличие от неуклюжих львят. Антилопы гнур ослаблены, ничего не подозревают. Для львицы они лишь силуэты на фоне звездного неба. А для антилоп львица, находящаяся в 60 метрах, полностью невидима. Мы видим ее только при помощи инфракрасного света. Или термовидеокамеры. Антилопы не представляют, что сейчас произойдет. За считанные секунды погоня окончена. Наверное, она выбрала самого слабого на вид. А может, в смятении просто завалила того, кто поближе. В любом случае, эта прекрасная демонстрация, как одна львица может самостоятельно накормить шесть рутов. Львица узнают, что что-то произошло под топоту копыт. Наверное, мама кого-то убила, как обычно. Им просто нужно привыкнуть к звукам схватки. Когда прибегает молодежь, мать все еще душит антилопу. Дети ведут себя уже по-взрослому, практически не играя с добычей. Теперь, когда они полностью лишены материнского молока, еда уничтожается за полчаса. Молодежь начинает узнавать добычу, но нужно внимательно следить за мамой в будущем. Она не всегда будет рядом, чтобы помочь. Надеемся, со временем львиата станут такими же способными, как мать. Только сначала выспятся. В почти двухлетнем возрасте эти молодые львы выглядят так, словно способны прокормить себя. У них тело и габариты охотников. Но вот достаточно ли мозгов и опыта? Они больше смахивают на игривых хулиганов. Но скоро это братья будет вынуждено охотиться самостоятельно, независимо от степени готовности, ведь их матери снова беременны. Когда родятся новые львята, в прайде не останется места для старших братьев и сестер. Остается мало времени на то, чтобы матери обучили своих отпрысков необходимым для выживания навыкам. С камерами ночного видения мы можем следить за следующими этапами их обучения. Четыре ночи подряд во время полнолуния настоящей темноты практически не наблюдалось. Яркий лунный свет заглушил собой тусклое мерцание звезд. Для звездной камеры видимость превосходная, как и для животных. Молодые львы готовы к действиям. Они упрашивают мать взять их на охоту. Но она в очень плохом настроении. Беременная. А потому не хочет зря тратить энергию на охоту при свете луны. Столь короткая трава делает крупных львят видимыми с большого расстояния. Им нужно уяснить, что если добыча их видит, шансы на успех минимальные. Мать позволяет львятам действовать самостоятельно. Хулиганы уже отчаялись кому-нибудь подкрасться. Но львы сегодня не единственные охотники. Выносливые гиены выматывают добычу до изнеможения. Им безразлично, видят ли их антилопы гну. Луна позволяет гиенам легче оценивать преследуемое животное. Взрослые львицы прекрасно видят, что замыслили гиены. А своровать в них – еще один из способов для львов добыть пищу. Детеныши следуют за мамами туда, где разворачивается действие. Гиены загнали гну до изнеможения. А теперь в дело вступают львы. Одна из матерей видит возможность для львят приобрести неоценимый опыт. Гну слишком устала, чтобы бегать. Но львята соображают медленно. Матери приходится самой хватать антилопу. Наконец решилась самая отважная молодая самка. Мать сразу же отступает. Она дает дочери возможность самой убить добычу, достаточную, чтобы накормить весь прайд. Молодая львица душит жертву так, как тренировалась делать это с самого детства. Это важный момент в ее жизни. Показатель, что у нее есть все необходимое, чтобы стать успешной охотницей, как и ее мать. Но уже совсем скоро эти львята будут жить сами по себе. И гораздо раньше, чем ожидают. Яркие, залитые лунным светом ночи закончились. Возвращается кромешная тьма. Ночь – время различной деятельности львов, не только охоты. Звездные и тепловые камеры позволяют заснять важный момент в жизни этого молодняка – переход во взрослую жизнь. На сцене появляются новые беззащитные львята, и семейные приоритеты меняются. Хулиганы скоро испытают настоящий шок. Сегодня отсутствие луны надоумило глупых янцов напасть на группу крупных самцов-буйволов. Обычно это табу. Они рискуют оказаться на рогах и под копытами. На их стороне лишь одно преимущество – невидимость. Хотя без своих родителей им не хватит силы завалить одного из этих буйволов самостоятельно. Но сегодня на повестке дня не убийство буйвола. Прайд больше не собирается терпеть, чтобы эти нерасторопные молодчики распугивали всю добычу. А теперь еще один из братьев начал проявлять нездоровый интерес к сестре. Матери теряют терпение. Крупный самец зовет брата на подмогу. Решающий момент. Двое отцов дают ясно понять, что молодым здесь больше не рады. Легко весом не выстоять против 250 килограммов зубов и мышц. Время хулиганов в этом прайде закончилось. Начинаются самые тяжелые дни в их жизни. Им нужно скорее объединить свои охотничьи навыки. Иначе можно умереть от голода. На следующий день группа молодых львов впервые в жизни не знала, куда пойти. Их выгнали из прайда. Без мам. Они не знали, что делать дальше. Сегодня нет луны, а вокруг полным-полно животных. Под покровом настоящей тьмы новичкам должно быть легко убить добычу. Обычно охоту в праде возглавляют опытные львицы. Они рассредотачиваются и совместными силами гонят добычу друг к другу. Но эта дикая банда разбрелась по всей равнине. Если бы только они вели согласованные атаки. Это следующий урок. Работать с остальными членами прайда в темноте. Они выдают свое присутствие, прежде чем подбираются достаточно близко, чтобы разглядеть преследуемую дичь. Это уже больше похоже на действия мамы. Но она была терпеливой. Ретивая молодая львица бежит слишком рано. Снова. Она даже не отследила жертву по звуку. Но ей выпал еще один шанс со стадом топи и их молодняком. Она загоняет маленького детеныша. И на этот раз удачно. Это начало. Наконец, она что-то поймала. Эта добыча по праву полностью принадлежит ей. Она прошла первое испытание взрослой жизни. Однако мяса не хватит, чтобы накормить всю банду. Поначалу братья позволили ей посмаковать добычу. Но потом голод взял свое. В каком-то смысле они тоже прошли свой первый тест. Забрали, что нужно, силой. Охотница осталась ни с чем. Чтобы ей и сестрам выжить, нужно уйти подальше от жадных братьев. Но вернуться домой нельзя. В праде уже достаточно взрослых львиц. Им придется самим пробиваться в дикой природе. До рождения своих детенышей эти львицы прожили самостоятельно как минимум один год. Они научились кормить не только себя, но и семью. Включая отцов своих детенышей. В ответ на бесплатное мясо от самок эти двое настоящих мужчин обеспечивают защиту. Но оно того стоит. Защита от других львов и гиен, а также безопасное пристанище для детенышей. Молодняк спешит познакомиться с отцами. Это впервые, когда им позволили подойти так близко. Они в восхищении. Эти два самца выжили и самостоятельно отстояли свою территорию. Теперь они опытные охотники, а также воры и хулиганы. Именно такие отцы и нужные львяка. Львы обожают небольшой дождичек. Влага охлаждает, и они готовы к ночной охоте. Густые облака скрывают львов в абсолютной темноте во время подготовки к охоте. Даже сверхчувствительная звездная камера с трудом снимает значимые кадры. А вот термокамере тьма ни почем. Ей нужно тепло животных. Обе матери рыком предупреждают остальных, что сегодня они будут охотиться на этом участке. Сейчас на равнинах темно как никогда. Одна двухсотмиллионная дневной освещенности. зебра не видят львов, а львы не видят прихрамывающих зебр на краю стада. Раненое животное стало бы желанным блюдом, если бы его нашли. звук стада привлекает одну из львиц. Хромая зебра остается позади, но сегодня, чтобы заметить ее, львице нужно оказаться на расстоянии шести метров. Зебры повсюду. И тем не менее, они понятия не имеют, что среди них хищница. Трехсотпятидесятикилограммовая зебра – это пугающая перспектива. Один удар копытом может разбить львицы черепа. Нужно тщательно выбрать момент. Львица сомневается, словно ждет какую-то особую жертву. Что-то привлекает ее внимание. Сейчас пригодятся годы ее опыта. она набрасывается на мишень. Она не смогла схватить когтями взмыленную шкуру зебры. Но следуя за звуками погони, подоспела ее сестрица и завалила жеребца зебры. Несомненно, они овладели искусством работы в команде. Одна львица едва ли могла самостоятельно завалить столь мускулистого жеребца. А вдвоем они прикончат его в два присеста. Невероятно, но термовидеокамера фиксирует яркую опухшую переднюю ногу этой хромой зебры. Возможно, это львицы и отслеживали. Звук неравномерного цокота копыт. Очень увлекательно увидеть сам процесс, то, как львы выбирают жертву, даже не опираясь на зрение. Разумеется, все их усилия служат одной великой цели – обеспечению выживания потомства. Опять начинается ночная учеба для подготовки к будущему уже нового поколения. Ночная съемка при помощи удивительных камер открывает, что львы вовсе не ленивые бездельники, какими они представляются днем. Они активные эксперты по обитателям дикой природы, особенно по тем, которых можно съесть. В первый раз, совсем без помощи видимого света, мы смогли наблюдать, как львы пользуются всеми органами чувств для обращения покрова ночи себе на пользу. мы сняли, как они передают искусство охоты в темноте от одного поколения к другому и убедились, что ночь вполне определенное время льва. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Павел Кипнис. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok